В Федеральной торгово-промышленной палате состояла встреча российских предпринимателей с польскими коллегами из Лодзинского воеводства. Вел встречу глава московского представительства польского агентства инвестиций и торговли Войсых Колигнан. Мы находимся в российской торгово-промышленной палате, в этом прекрасном здании, в котором, как вы видите, такой прекрасный зал. И сегодня также состоится подписание меморандума о сотрудничестве Союза Ивановской торгово-промышленной палаты и Лодзинского торгово-промышленной палаты. Главный эксперт Департамента внешних связей и работы с деловыми советами Федеральной торгово-промышленной палаты Дмитрий Быстров отметил, что несмотря на существующие трудности, двусторонние деловые контакты по линии регионов продолжают развиваться. Мы поддерживаем очень хорошие отношения с рядом польских торгово-промышленных палат. Сотрудничество деловое между Россией и Польшей продолжается очень активно. А ваша замечательная делегация представляет самые различные отрасли польской промышленности. Это говорит о том, что весь польский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией, самые широкие, самые разные отрасли промышленности, поскольку Лодз в центре страны и у вас такая разнообразная делегация. О взаимодействии с польскими предпринимателями участникам встречи рассказал президент торгово-промышленной палаты Ивановской области Леонид Иванов. Я рад вас приветствовать в этом прекрасном здании. Это сердце бизнеса Российской торгово-промышленной палаты. Внешний торговый оборот между Ивановской областью и Польской республикой, он не так, как бы хотелось бы, но все-таки идет движение вперед. Если сравнить 2018 год и 2017 год, то рост внешнеторгового оборота составил почти 12%. Динамика этого года говорит о том, что положительная динамика сохраняется и в этом году. Затем президент ТПП Ивановской области Леонид Иванов и генеральный директор, полномочный представитель правления Лодзинской ТПП Рафал Островский подписали меморандум о сотрудничестве палат Ивановской области и Лодзи. Перед общением участников встречи в формате B2B мы взяли интервью у генерального директора Лодзинской торгово-промышленной палаты. У нас 400 фирм и мы сейчас только... Очень сложно сказать, какие основные направления нашего сотрудничества будут, потому что сейчас мы только исследуем рынок, но все впереди. И все же, как вы считаете, в каких рыночных нишах, по каким направлениям наиболее вероятно успешное сотрудничество между российскими и польскими предпринимателями? Так исторически сложилось, что, скорее всего, и по моему мнению тоже основным направлением нашего сотрудничества будет развитие именно текстильной промышленности. Также еще и промышленность химическая тоже присутствует. Какие барьеры сейчас мешают установлению оптимальных отношений между бизнесом России и Польшей? Подставовым таким барьером, которым соглашают наши przedsiębiorцы. Наверное, основным проблемным являются наши законодательные системы. Несмотря на то, что они очень похожи, все равно нужно каким-то образом реформировать и нужно усилить наше сотрудничество. Продолжение следует...